Чтобы стать пилотом, не обязательно обучаться в летном училище. Достаточно освоить навыки управления квадрокоптером. Но одно дело управлять дроном, который ты приобрел. Совершенно другое аппаратом, который соорудил сам. Беркант Назаров, к примеру, собирает их из деталей, заказанных в китайском интернет-магазине. Некоторые комплектующие изготавливают самостоятельно на 3D-принтере. Первую модель дрона Беркант собрал еще в 15 лет. Она была сконструирована из подручных материалов. Решил собрать свой такой агрегат из очень необычных комплектующих. На тот момент у меня было очень много двигателей от DVD-приводов. Взял их. У меня были литий-ионные аккумуляторы формата 18650. Соединил их последовательно. Сделал некий каркас из линеек. Взял пэт-бутылки с крышками, чтобы сделать пропеллеры. Закрутил их в разные стороны, чтобы компенсировать реактивный момент. Но, к сожалению, ничего не полетело, потому что не хватало тяги двигателями и пропеллером. В 2020 году Беркант вернулся к идее создания уже рабочей модели. Он решил закупить простенькую раму и комплектующие. По словам студента, себестоимость самого обычного дрона составляет около 20 тысяч рублей. На тот момент Беркант использовал деньги с продажи ноутбука. Уже сегодня хобби приобретает серьезный характер. Расширился и арсенал. Помогает в управлении не только пульт, но и специальные очки, транслирующие изображения с камеры квадрокоптера. Сейчас, на данный момент, занимаюсь плотно, больше, наверное, именно сборкой. Также есть клиенты. В основном, большая часть это мои друзья, с кем мы летаем. Вообще, в Казани у нас есть свое сообщество большое. Нас где-то 170 человек. Мы вот вместе летаем, как бы по выходным, выезжаем на всякие пикники. Берем, конечно же, с собой дроны, чтобы было повеселее. И так проводим свой досуг. Ребята, оно летает! Ура! Сейчас управляет Гриша. Так вот он, красавчик-дельфин летает. Полеты, как правило, проходят за чертой города. Иногда рядом с Иннополисом. Студент признается, хотел бы принимать участие в гонках. Однако пока что обстоятельства не позволяют. Нет гражданства, а для участия в соревнованиях необходим паспорт. Эта задумка пока ожидает своей реализации. Другое дело, планы на ближайшее будущее. В планах на лето создать свой напечатанный самолет, либо полностью создать свой, либо для начала купить модель, посмотреть на его основе, позже что-то собрать свое. Ну, в моих мечтах. И хочется собрать какой-то такой очень легкий дрон, у которого будет наименьшее количество вибраций от винтомоторной группы, чтобы применять как можно меньше алгоритма фильтрации сигнала. Сейчас Беркант помогает новичкам освоить управление квадрокоптером, влиться в ряды пилотов. Он также конструирует дроны для видеосъемки на заказ, для знакомых и клиентов из интернета. Стать пилотом может каждый. Это больше, чем увлечение. Те, кого небо тянет, всегда могут стать к нему чуть ближе. Маргарита Михайлова, Фариза Хитаглы, Универньюз.